И как вообще подождут эти технологии, то если говорить на языке технологии блокчейн, то мы сначала создали оракул, а потом подумали о блокчейн. То есть и я начал изучать проблему, и точнее возможности тегенизации активов в реальном секторе экономики где-то месяца три назад. За эти три месяца мне удалось очень много интересного нарыть в экономике, в инвестировании, в описании, скажем так, смарт-контрактов и всего, что связано с реальной секторной экономикой, и с тегенизацией реальной секторной экономики. В принципе нарыке практически ничего не удалось, потому что если говорить про блокчейн, то первая его реализация, и на мой взгляд это логично, это финансы и легкие деньги. То есть здесь большая часть людей из-за жадности, как мне кажется. Большое желание получить большое количество иксов на крипте, а по сути говоря крипта является самым простым, наверное, выражением того, что может сделать блокчейн с миром, и что может сделать блокчейн с экономикой. Емкие очень больше времени, чем обычно делают, скажем так, основатели ICO-проектов, изучение технологии блокчейн и тех возможностей, которые она предоставляет предпринимателям, и вообще в принципе в экономике как-то и кого-то. Так вот, в моем блоке убеждения, что блокчейн превратит экономику существующую, экономику, скажем так, спекулятивную, в экономику реальной ценности. Когда у нас вся экономика и все, что есть в нашем с вами мире, будет делиться через ценность того рынка, с которым мы с вами будем взаимодействовать. Подберись этой, скажем так, через эту призму, я решил рассмотреть возможность реализации активов реального сектора экономики и посмотреть, как бы это могло быть и могло быть. Удовольствует учить несколько проектов, которые достаточно глубокое в этой теме. То есть сейчас первый вопрос в банке, а потом был Repower, очень интересная история. Сейчас соблюден, по моему, токен-сейл по Debitum. И еще есть несколько похожих проектов, которые говорят о том, что они будут заниматься финансированием малого среднего предпринимательства через тегенизацию активов. Которые говорят о том, что они будут тегенизировать активы и так дальше. И когда об этом говорят проекты, которые пришли в этот вопрос, в этот сегмент, в проблематику через блокчейн, у меня возникает вопрос. Как много времени эти проекты уделили вопрос? Наверное, это не очень касается паркейса. Но все озвученные мыши сюда попадают. Как говорили, они уделили процессу оценки и оцикловки того актива, который они собираются перенести в блокчейн и сделаны в фунный контракт. По моему поводу убеждения, суть этого проблемы и основная задача лежит как раз в плоскости оцикловки и грамотного размещения информации качественной, актуальной и достоверной. Подтверждение этой достоверности. А эти задачи как раз никак не решает блокчейн. Блокчейн позволяет нам разместить информацию, блокчейн позволяет нам ее сохранить. И блокчейн позволяет нам предоставить доступ этой информации, опять же, сделав ее децентрализованной и, скажем так, решенной к централизованному управлению и влиянию. Но блокчейн не позволяет нам актуальную информацию и достоверную информацию проверить. Блокчейн не позволяет нам эту информацию, скажем так, площадной линии сертификаты и так далее, и так далее. И та проблема, которая первым не видится в этом области, это проблема как раз актуализации и верификации информации, которыми будет зависеть блокчейн в момент оцикловки активов. И вот именно в этой части будет лежать основное количество исследований и задач для тех проектов, которые пойдут в этот сегмент, в этот рынок создания умных активов и создания умных контрактов на базе реального сектора экономики и активов, которые в этом реальном секторе экономики произойдут. Так вот, если говорить, ну, скажем так, это небольшое вступление, небольшое, не знаю, вступление от того, что я по поводу этого дома. Это совершенно мои мысли, я это нигде не прочитал, я говорю без бумажки и, в принципе, особо к этой встрече наша с вами не готовилась. С другой стороны, у меня есть глубокое впечатление по поводу того, что умные активы, smart assets, как таковые, они заменят полный рынок, там, через семь-десять лет, может быть, чуть больше, сложно что-то такое полный фронтозировать, потому что инвестор, как было сказано ранее, это человек, у которого есть деньги, и инвестор первая задача, которую решает, это эти деньги сохранить, а вторая задача – это на них вы можете зарабатывать. Соответственно, когда инвестор заходит в инвестирование, он все-таки думает не только эти деньги сохранить, и если мы говорим о кредитах, или большей мере, если здесь профессиональные инвесторы, у которых есть хороший внятный портфель, то доля, скажем так, инвестиций в активы, церковые и депутативы, точно не больше половины, а скорее всего, меньше, потому что все-таки существующие классические стратегии инвестиций говорят о том, что нужно инвестировать в стабильный и надежный обеспеченный актив, который дает данные деньги и силы, там дает 10-15% годовых, но при этом он решает основную задачу инвестиций – это сохранить инвестиции. Так вот, если мы в инвестициях, если говорить о том, что основная задача – это сохранить, то блокчейн, прежде всего, он с вами позволит в течение этого года и всего последующего времени реализовать ту самую возможность сделать прозрачный бизнес, в который вы инвестируете, сделать прозрачный актив, сделать прозрачную его экономическую эффективность. То есть вы инвестировали свои средства в транспортную компанию, либо в таксопак, либо в какое-то производство. Вам, скорее всего, интересно, с какой долей вероятности этот таксопак загнется, оборудуется и задеколуется. И при этом никаких инструментов, скажем так, доказать себе обратно и у вас на данный момент, кроме веры. Так вот, блокчейн и подход, о котором я сейчас говорил, они как раз позволят вам токенизировать не только сам актив, но и непосредственно ту конечную ценность, которая в каких-то производит. То есть это километр пробега, это рвота час работы, это, не знаю, гигабайт трафика, это киловатт репрейнер и, как бы, проектный балл и так дальше. Соответственно, если говорить о умных активах и о smart assets и о декомизации активов, как по движениям, как по декам критерия экономики, то, по моему грубому убеждению, это то, что будет активно развиваться набиратель борозы, начиная с этого года, и станет таким мейнстримом, наверное, до тех пор, пока умные активы не заметят полностью весь годовый рынок. Поэтому мне кажется, что в эту историю нужно заходить, и эта история как раз и обеспечит те самые, пусть не очень высокие доходы, но все-таки надежные инвестиции и гарантированные возвраты этих инвестиций с понятной и прозрачной доходностью в понятном прозрачном мифе. Поэтому я завершусь. Скажу, что чуть позже буду рассказать про наш проект. Как уже говорил, мы в своем проекте не думали про пенсел, пенсел уже как-то сам по себе, но вот эту историю про технициацию активов и конечного ценного продукта, мы в своем проекте уже реализовали, и, как я говорю, это не из книжки, я это не придумал, я это отложил. Если есть вопросы, то надо ответить. Спасибо. Большое спасибо, Антон. Я думаю, что... Спасибо. Спасибо.